В день рождения галереи Солженицын в Солодче открылась выставка фотоальбомов писателя и его первой жены Натальи Решетовской. Солодча была любимым местом отдыха Солженицына и его кабинетом, просторном до небес и одновременно укромном, где не мешали докучливые визитеры, случайные гости и соглядатые. На берегу лесного океана писалось так же легко, как и дышалось. Сначала Солженицын останавливался в гостинице Загородное, теперь это гостиничный комплекс Боровница, где и создана выставочная галерея. Потом переехал в ее филиал – отдельный деревянный дом, примыкавший к дубовой роще. Александр Исаевич любил работать в Солодче. Обстановка, во-первых, очаровала его природа, ему понравились вот эти вот солодчинские корабельные сосны. Среди дубов, когда он получил, сначала он работал в гостинице Загородное, это были кельи солодчинского монастыря, но там ему мешало коридорное радио, там ему мешали другие жители, которые в других комнатах, номерах находились. А неподалеку среди дубов стоял отдельный домик, вожделенный для него домик. И он уговорил директора гостиницы Орлова, вот ее фотография здесь. И как только домик освободился, она предоставила этот домик ему, прямо рядом с домиком, среди дубов. Вот он сам сделал себе столик и здесь творил. Вот за этим столиком был конкретно, если написан, рассказ для пользы дела. Вместе с Решетовской Александр Исаевич вел фотолетопись пребывания в этом чудесном краю. С отснятых пленок он отпечатывал кадры размером 6 на 9. За 10 лет, с 1958 года, сложилось 12 альбомов. 10 из них, хранящихся в личном собрании московского краеведа и журналиста Николая Ледовских, впервые демонстрируются на выставке. На некоторых страницах можно увидеть подписи, например, «Наша мечта – это о домике, где жили», или «Сейчас уедем в новом вагончике», о Мещерском поезде, ходившем по узкоколейной железной дороге. В конце прошлого века она связывала с Аллочью с клепиками, тумой и уходила дальше. По узкоколейке Александр Солженицын приехал из Владимирской области на станцию Рязань-Пристань, когда после отбывания ссылки вновь воссоединился со своей первой женой Натальей Решетовской. Рельсовое полотно давно разобрано, но его небольшой фрагмент, как напоминание о прошлом железной дороге в Мещерском крае, сохранил сотрудник Министерства путей сообщения Михаил Акулов и передал в дар музею Боровницы. На рельсе вот этой, или мужской рот рельс, как тут правильно, у Солженицына так мужской рот об рельс бил. Начинается Иван Денисович с того, что надзиратель бьет по рельсу, и из-за того, что мороз был, ему долго колотить об рельс не было силы и желания особенно. Он пару раз ударил и ушел в подъем в лагере. Так вот, так часто ходили поезда, а этот рельс 28-го года, как вы видите, производства, значит, он стоял на той самой узкоколейке, и именно по нему Александр Исаевич точно уж ездил. Часть страниц Солочинских альбомов уже оцифрована. Их могут пролистать на плазменном экране посетители галереи. Некоторые места изменились до неузнаваемости. К дубам, под кронами которых писал Солженицын, вплотную подошли коттеджи. Дуб сохранился большой, да, один дом, там сводку, там, ну там, дом уже поставили. Вот рядом с заповедным деревом на фоне каменного забора сфотографирован создатель выставочной галереи Владимир Мазаев. Музей за 4 года основательно вошел в культурное пространство области, став органичной частью исторического ландшафта. Внутри музейной комнаты тоже можно ощутить движение времени. Но это движение здесь уютное, как стук настенных ходиков. Такие же висели в доме Агафьи Ивановны Фоломкиной, у которой в деревне Давыдова квартировал Солженицын. Часы, правда, были неисправны, и Александр Исаевич первым делом восстановил их механизм. А спустя три десятилетия и время в России наступило другое. Дмитрий Соколов, РВТВ